Продолжение следует... Здравствуйте! Я Ангелина Могилевская. Я представляю вам видеокурс Луизы Хэй, основанный на ее известной книге «Как исцелить свою жизнь». Этот семинар предоставляет вам возможность испытать на себе идеи и убеждения, которыми Луиза с любовью делится с вами. Я изучала этот курс сама и обнаружила, что теперь, можете поверить, в моей жизни все может быть другим. Этот семинар даст и вам возможность узнать больше о себе и начать исцеление своей жизни. Считайте, что это ваша личная консультация у Луизы. Здравствуйте! Я Луиза Хэй. Я здесь, чтобы поделиться с вами некоторыми новыми идеями, чтобы стимулировать ваше мышление и открыть новые перспективы. Давайте начнем с упражнения, что мы открыты и восприимчивы к новым идеям и новым взглядам на жизнь. Я всегда думала, как было бы хорошо, если бы такой предмет преподавался в школе с самого первого класса. Было бы полезно, если бы еще ребенком вы научились, как думать и как использовать свой разум, как иметь положительную самооценку и самооценность, как иметь хорошее взаимоотношение, как быть хорошими родителями, как управлять финансами. Как было бы замечательно иметь целое поколение взрослых, которые бы знали эти вещи, эту истину. Вас учили этому в детстве? Думаю, что нет. Давайте сейчас поделимся некоторыми из этих идей, потому что никогда не поздно учиться. Это всегда правильный выбор. Я верю, что жизнь очень проста. Что мы отдаем, то и получаем. То, во что мы верим, становится правдой для нас. Наши мысли создают наш опыт. Любящий разум — это часть природы. Есть энергия Вселенной или мировой разум, или подсознание, как хотите, так и называйте. Но для меня это сила, которая внутри и снаружи меня, которая превращает мои мысли в мой опыт. Я верю, что именно мы ответственны за все, что происходит в нашей жизни. Каждой мыслью, каждым произнесенным словом мы создаем свой опыт, свое будущее. Каждую отпущенную мысль, каждое произнесенное слово слышит Вселенная и отвечает на то, что вы думаете, во что верите или что говорите без осуждения и критики. Она принимает нас, как мы сами себя оцениваем. Во что мы выбираем верить, становится правдой для нас. Видите ли, будучи маленькими, мы учимся у взрослых тому, что думать о себе и во что верить. Когда же мы вырастаем, у нас появляется тенденция воссоздавать такую эмоциональную жизнь, какую мы имели в детстве. Это нехорошо, не плохо, неверно, не неверно. Это просто означает, то, во что мы верим, это правда для нас. У нас есть склонность относиться к себе так, как наши родители относились к нам в детстве. Мы ругаем и наказываем себя так же, как они делали это. Вы даже можете услышать слова, если прислушать их к себе. Мы любим и хвалим себя теми же словами, какими в детстве нас любили и хвалили. У нас есть стремление строить свои взаимоотношения с людьми так же, как их строили с нами наши матери и отцы, так же, как они относились друг к другу. Подумайте, сколько раз у вас в жизни были взаимоотношения с начальником, любовником, мужем, женой, так похожие на родительские. Мы не будем обвинять их в том, что все мы жертвы жертв. Они не могли научить нас тому, чего не знали сами. Если вы выросли в семье, где процветало зло, возможно, вы злой человек. Вы боитесь чужого гнева или боитесь выражать свой. Если вы выросли в страхе, ничего удивительного, что вы смотрите на жизнь через страх. Кроме того, я верю, что родители выбираем мы сами. Я думаю, что мы выбираем и реинкарнируем на этой земле в определенное время и в определенном месте. Это похоже на классную комнату, где мы должны учиться. У вас есть свои уроки, у меня свои. Я верю, что до того, как мы приходим, мы выбираем свой пол, цвет тела, страну и подбираем наиболее подходящих родителей, которые будут отражать наши проблемы, над которыми мы пришли работать. Мы выбираем этих людей как совершенное зеркало для нашей работы. Когда мы вырастаем, мы показываем пальцами на своих родителей и говорим, «Это вы со мной сделали». Но если мы сами ответственны за все в своей жизни, то винить некого. Все в совершенно божественном правильном порядке. Мы делаем все от нас зависящее по нашему разумению, знаниям и пониманию. Наша точка силы всегда в настоящем моменте. Мы создаем свое будущее своими мыслями и действиями сегодня. Мы хотим знать, что никакой человек, никакое место и никакая вещь не могут иметь над нами силы. Мы создаем все свои ситуации и обстоятельства своими мыслительными штампами. Затем мы отдаем свою силу, перекладывая ответственность на других, если все складывается не так, как нам хочется. Это относится к вам? Мы имеем то, во что мы верим, и что мы думаем о себе. Итак, какая из двух следующих идей верна для вас? Люди меня преследуют. Или все готовы мне помочь. Если вы думаете, что люди вас преследуют, то вы создаете соответствующие обстоятельства в жизни. Если вы выбираете изменить свою мысль на вторую, то есть все люди готовы мне помочь, то куда бы вы ни пошли, люди всегда будут с удовольствием помогать вам. Разве не лучше думать так? У нас у всех глупые мысли о жизни и неверное оберование о себе. У нас очень много строгих законов о том, как надо прожить жизнь. Однако мы ничего не можем сделать с прошлым. Все, что мы можем сделать, это только сейчас. Все, что с вами происходило до сих пор, вы создали своими мыслями, чувствами и убеждениями вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце, в прошлом году, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50 лет назад. Однако, я повторяю, точка отсчета всегда в настоящем моменте. Это означает то, что вы выбираете думать прямо здесь, прямо сейчас, и это создает ваш завтрашний день, завтрашнюю неделю, месяц, год. Прошлое не имеет силы над нами. Точка приложения силы всегда в настоящем моменте. И мы можем начать быть свободными прямо здесь и прямо сейчас. Именно мы выбираем свои мысли, хотя можем и сомневаться в этом, но выбираем мы. Мне кажется, что каждый человек на этой планете, включая меня, страдает от ненависти к себе и чувства вины в той или иной степени. Чем этого чувства больше в нас, тем меньше работает наша жизнь. И чем меньше в нас этого, тем лучше работает наша жизнь. Почти все, кого я знаю, думают о себе, «Я недостаточно хорош». И часто к этому убеждению мы добавляем, «Я недостаточно делаю, я не заслуживаю». Если мы искренне верим в своем подсознании, которое для меня находится прямо вот здесь, внутри, и твердим, «Я недостаточно хороша, я не заслуживаю», то нам действительно трудно создать жизнь, хорошую во всех отношениях. Независимо ни от каких обстоятельств, мы имеем дело только с мыслями. Я не верю в силу внешнего влияния. Мы можем думать, что банкротство — это проблема. Я считаю, что проблема банкротства — внешнее отражение внутренней проблемы. Это внутренние мысли формы, которые создали подобный эффект. Я признаю, что мысли формы негодования, страха, вины причиняют нашей жизни больше проблем, чем что-либо еще. Даже на физическом уровне негодование, сдерживаемое долгое время, литературно говоря, съедает тело, может вызвать рак. Критика, испытываемая долго, может создать несчастье в виде такой болезни, как артрит. Глядя на скрученные артритом руки, мы практически видим в них критику. Страх может отразиться во всем, от лысины до болезни ног. А вина всегда создает боль. Вина всегда ищет наказание. Наказание приносит боль. Когда ко мне приходят люди, страдающие от боли, я знаю, что дело в мысли, в формах вины. Любовь, радость и прощение — большие целители. Они приходят из сердца. Сердце в теле представляет любовь, а кровь — радость. Нормальное здоровое сердце качает радость через наше тело, питая все органы и клетки, и создавая радостную, любовную атмосферу для работы клеток. Если сердце потеряло возможность выражать любовь и радость, прощение открывает дверь. Все наши проблемы от того, что мы обвиняем других и не берем ответственность на себя. Как я уже говорила, если мы сами ответственны за все, что происходит в жизни, то некого винить, даже себя. И любой внешний опыт — всего лишь зеркальное отражение наших внутренних штампов. Может быть, для вас это будет новый взгляд на жизнь, ибо многие люди любят думать, что во всем виноваты экономика, жена, муж, начальник, отсутствия денег, все что угодно. Но все это — лишь зеркало того, что мы думаем внутри. Например, если каждый человек вас всегда критикует, и если вы всегда повторяете «меня все критикуют», то я хочу, чтобы вы поняли, это ваш мысленный штамп — быть объектом для критики. Где-то внутри вас, и вы можете об этом даже и не знать, есть убеждение, и оно может идти с детства, что вы заслуживаете критики. Именно из-за вашего убеждения и этого штампа вы привлекаете в свою жизнь людей, которые вас всегда критикуют. Иногда вы притягиваете людей, которые обычно не настроены критически, но из-за вас, ваших вибраций, которые вы посылаете в окружающий мир, вы притягиваете их критику. Другая сторона этой проблемы в том, что если вы притягиваете на себя критику, вы сами, может быть, очень критичны, а то, что мы отдаем, то и возвращается к нам. Тогда критика, которую вы излучаете в окружающий мир или критикуете себя, отражается людьми вокруг вас. Самое первое, что я хочу, чтобы люди, имеющие проблемы, повторяли «Я хочу изменить штамп в моем сознании, который создает эту проблему». Я хочу повторить, ибо это очень важно, когда у вас есть проблема, которую вы хотите изменить, вы говорите сами себе «Я хочу изменить штамп в своем сознании, который создает эту проблему». Эта простая фраза начинает двигать ситуацию. Сила Вселенной, энергия Вселенной, любящий подсознательный разум постоянно отвечает на каждую вашу мысль и каждое ваше слово. Стоит нам только чуть-чуть изменить сознание, начинает меняться наш опыт. Это ваш штамп, это мой штамп. У нас у всех есть штампы, в соответствии с которыми мы живем и работаем. И как я уже сказала, большинство штампов приходят из детства, когда нам было всего 3-5 лет. Это наши убеждения о жизни, наши прописи жизни. Однако мы можем изменить свое отношение к прошлому и к этим прописям жизни. Мы же не стоим на месте. Знаете, действительно глупо наказывать себя сейчас за какую-то боль в прошлом. быть обиженным когда-то это одно, но продолжать наказывать себя за это очень печально и недальновидно. Сегодня важно растворить негодование, так как оно может причинить много проблем в будущем. Я часто говорю людям, делайте это, пока вам не угрожает нож хирурга, ибо тогда вам придется иметь дело еще и с паникой. Легче сейчас это сделать. У нас есть выбор быть беспомощной жертвой и верить, что все безнадежно. И если мы поверим, что Вселенная поддерживает нас в этом, тогда что бы мы ни делали, все тщетно. Видите, как мы могущественны? Наши мысли создают наш опыт. Если я думаю, что меня никто не любит, то я буду одинока всю мою оставшуюся жизнь, так как буду подтверждать свои убеждения. Я выберу изменить это убеждение на то, что меня окружает любовь и поддержка, то моя жизнь станет такой, более интересной и богатой. Моя жизнь становится зеркалом моего внутреннего опыта. Итак, то, что нам следует начать делать, это освободиться от болей прошлого, отпустить их и простить. В курсе чудес говорится, все болезни происходят от непрощения. Как только мы заболели, нужно оглянуться вокруг и понять, кого нам нужно простить. Это вовсе не означает, что нужно сочувствовать плохому поведению, ибо есть много людей, ведущих себя плохо. Но прощение, это означает освобождение наших мыслей от этого, освобождение себя и другого человека. Мы понимаем, что те люди, которые плохо с нами обращаются, тоже чувствуют боль, но они делают все от них зависящее, исходя из знаний и понимания в данной конкретной точке времени и пространства. Я узнала за все эти годы, что есть только одно, чему следует учить, это любви. Я учу людей любить себя и других такими, какие они есть, учить самоодобрению и самопринятию себя сейчас, ибо это ключ к позитивным изменениям. А это означает нет самокритики. Чтобы изменить жизнь снаружи, нам нужно измениться внутри, хотя бы хотеть изменить себя. Вам не нужно знать, как это сделать, нужно просто захотеть. Все сработает. Помните, на каждую вашу мысль, на каждое ваше слово отвечает Вселенная. В этот момент, когда мы говорим, что хотим, Вселенная удивительным образом начинает помогать. Она дает нам то, в чем мы нуждаемся. Внутри нас всегда есть часть, готовая измениться. Вот как мы создаем смысл жизни. Используя эти знания, вы имеете возможность находить новые идеи, чтобы работать. И каждый раз вы будете заглядывать глубже в себя. И каждый раз то, во что вы верили в прошлом, обернется неоценимым сокровищем для вас в настоящее. Сначала надо решить, в чем проблема. Вы думаете, что вы знаете. Вам бездачный вес тела? Вы больны, одиноки, вам не хватает денег, или отношения с кем-то вас не устраивают, или вам не нравится работа, или что-то еще. Но для меня это внешнее проявление внутренних штампов. И если мы будем работать с внешними проявлениями, то, устранив одно, сразу же создадим другое, так как внутреннее убеждение все еще сидит там и говорит, что мы не заслуживаем одобрения на каком-то уровне. Безопаснее заглядывать внутрь. Давайте делать это вместе. Я попрошу вас взять ручку и бумагу. На верху страницы я прошу вас написать «Я должна» или «Должен». И дальше продолжите эту фразу хотя бы 12 раз. Сделайте это. «Я должна делать это». Теперь прочитайте каждое предложение со словами «Я должна». Мой вопрос «Почему?» Это не для того, чтобы указать вам на ошибку, а просто взглянуть на все по-другому. Вы можете сказать «Я должен вставать рано». А я спрошу «Почему?» Я хочу, чтобы вы нашли ответ внутри себя. Сделайте это с каждым предложением в списке. Если можете, сделайте это с партнером, что гораздо лучше. Запишите все ответы и когда закончите, вернитесь ко мне и мы пойдем дальше вместе. Я думаю, что слово «Должен» самое неудачное в нашем языке. Каждый раз, когда мы используем это слово, мы заявляем, что мы неправы. Были неправы, сейчас неправы или будем неправы. Я не думаю, что нас нужно делать неправыми. нам нужно быть правыми или хотя бы в позиции выбора, ибо вся жизнь — это выбор, и мы хотим знать это. Я взяла бы слово «Должен» и бросила бы его в огонь или в мусорную корзину. Уберите его навсегда из своего словаря. Замените его словом «Могу». «Оно дает нам выбор». Правда, для вас было бы лучше что-то сделать, это всегда только ваш выбор. Если вы не делаете что-то, это, по меньшей мере, действительно ваш выбор. Теперь перечитайте свое упражнение, каждое предложение. И я хочу, чтобы в этот раз вы сказали, «Если я действительно хотела этого, я могла бы вставать рано утром». Тогда мой вопрос к вам, «А почему вы этого не делаете? Или не делали до сих пор?» Это не за тем, чтобы заставить вас почувствовать себя неправой, но взглянуть на свои надо и понять, что же вы чувствуете. Давайте повторим еще раз. «Если бы я действительно хотела, я могла бы». И вопрос, «Почему же не делаете?» Когда вы закончите упражнение, вернитесь назад. Скажите, чему вы научились? Многие из нас очень строги к своим должен. Мы устанавливаем строгие правила в своей жизни, большинство из которых мы или не хотим выполнять, или они нам не нравятся, или они нам не нужны. И мы часто обнаруживаем, просматривая этот список, что мы годами сердимся на себя за то, что не делаем что-то, что не хотим делать, или это была вовсе не наша идея и отчеток долг. А может быть, вы не делали того, что должны, потому что боялись. и вы уже неплохой человек, а лишь испуганные. И это уже повод для другой работы. Я хочу изъять ваши должны из вашего списка полностью. То, что мы будем делать, это выбор. Мы можем сделать, если действительно хотим. А если не делаем, то, вероятно, не хотим, да и не нужно. Давайте же не будем тратить попусту силы, не умолять себя больше. Одно это маленькое упражнение может многое показать о нас самих. Что же выбросить из вашего списка должен? Следующее, что нам нужно узнать, на какой ступени любви мы к себе находимся. Я не хочу говорить о тщеславии или высокомерии, ибо это не есть любовь, а лишь форма страха. Я говорю об уважении и признании того божественного существа, которым мы являемся. На что нам нужно взглянуть сейчас, так это на то, как мы не любим себя. И мы это делаем, ругая себя, критикуя, создавая себе боль эмоциональную и физическую. Мы плохо относимся к своему телу, едим плохую пищу, употребляем алкоголь и наркотики. Мы верим, что нас не любят. Мы сами не любим себя, откладывая дела на потом. Мы выбираем людей, которые к нам плохо относятся. Мы не любим себя, создавая смерть и трудности. А иногда у нас много способов не любить себя. Каковы наши пути не любви к себе? Подумайте о них. Запишите, пожалуйста, составьте полный список. Отрицание добра — это не любовь к себе, а мы это делаем различными способами. Способов не любви к себе великое множество. Однажды у меня была клиентка, которая носила очки и контактные линзы. Мы работали не над тем, чтобы улучшить ее зрение, но освободить старый штамп, который ослеплял ее. В один из сеансов произошел большой прорыв. На следующий день, когда она надела контактные линзы, они ей мешали. Она их сняла, ее зрение было в абсолютной норме. Она все прекрасно видела. Целый день она провела, говоря, «Я не верю, я не верю, я не верю». На следующий день ей пришлось надеть очки. Вселенная поддерживает все, что мы говорим. Добро приходит в нашу жизнь, а мы его отрицаем. Это пример нелюбви к себе. Мы отталкиваем добро. Иногда у нас бывает суетливый, брюжащий партнер, а мы думаем, что с нами что-то не в порядке. Или наш брак заканчивается, а мы думаем, что это наша вина, что это мы недостаточно хороши. А иногда мы раз или два встретимся с человеком, и он больше не звонит. И снова мы думаем, «Со мной что-то не в порядке». Иногда мы боимся попросить прибавку к зарплате, или наше тело не отвечает последней моде, и мы думаем, что мы недостаточно хороши. Думаем, что мы недостаточно хороши. Мы можем бояться интимности и предпочитаем не иметь секса или иметь анонимный секс. Как вы выражаете недостаток положительной самооценки? Подумайте об этом. Это необходимо не для того, чтобы сказать, что мы плохие, но для того, чтобы увидеть, что мы хотим изменить. У каждого из нас много того, что нужно изменить. Если мы хотим заставить свою жизнь лучше работать для совершенствования нашего образа жизни. Мы знаем, как мы прекрасны. Посмотрите на маленьких детей. Как они прекрасны. Они полны любви и жизни. Они просят того, чего хотят. Они свободно выражают свои чувства. Когда маленький ребенок сердится, об этом знаете не только вы, но и все соседи. А две минуты спустя его улыбка будет озарять комнату. Они выразили себя, и на этом все. Они всегда живут здесь и сейчас. Они просят того, чего хотят. Они любят себя от макушки до кончиков пальцев. У них нет ни стыда, ни вины. Они ни с кем себя не сравнивают. Каждый из нас был таким же. Где-то по дороге мы это потеряли. Мы слушали других, злых и испуганных людей, и верили тому, что они нам говорили. Где вы потеряли свою любовь к себе? Теперь я хочу, чтобы вы взяли небольшое карманное зеркало. Посмотрите себе в глаза и скажите, «Я люблю и принимаю себя такой, какая я есть». Сделайте это прямо сейчас. Начинайте. «Я люблю и принимаю тебя такой, какая ты есть на самом деле». Отметьте свои реакции. Как вы делаете это? Что чувствуете? Это легко для вас? Чувствуете ли вы себя по-дурацки, или это трудно? Это злит вас? Какова ваша реакция? Я помню, когда я все время критиковала себя, глядя в зеркало, я проводила бесконечные часы, выдергивая себе брови, пытаясь сделать себя приемлемой. Я помню, что боялась смотреть себе в глаза. Вы такие же? Это очень трудное упражнение для вас. Для меня ключевой вопрос, как мы ощущаем себя. не важно, что происходит. Ни размеры бедер, ни размеры банковского счета, ни отсутствие любовника. Важно, что мы чувствуем по отношению к себе. Для меня любить себя – самое важное, что мы можем сделать. Это начинается, как я сказала, с отсутствия самокритики. Вы критикуете себя? Я слышала такие ответы. Конечно. Как же я буду изменяться, если не буду критиковать себя? Или я всегда критикую себя? Разве не все так говорят? Но мы не говорим обо всех, мы говорим о вас. У всех есть неправильные ответы и причины. А почему вы критикуете себя? Что с вами не так? Я хочу, чтобы здесь вы остановились и немного подумали. Составьте список того, что с вами неправильно, по вашему мнению. Что вы думаете? Что с вами не в порядке? Что неправильно вам мне? Что неправильно со мной? Вы вынесете гораздо больше из этого семинара, если позволите себе сделать все упражнения. Делайте это упражнение на 10 минут. А теперь давайте поговорим о списке. Подумайте, в нем есть слова «слишком длинный», «слишком короткий», «слишком молодой», «слишком старый», «слишком глупый». Всегда кажется, что слишком много слова «слишком». Подумайте, совпадает ли этот список с вашим списком «я должна». Одинаково репозиции в списке. Когда вы говорите «я» недостаточно хороша, вы тут же проявляете свою нелюбовь к себе. Это самая важная проблема из всех. Следующий вопрос. Откуда все это? Где мы взяли все эти идеи? Как мы от совершенства маленького ребенка нашли до нелюбви, нехорошести, неценности? Мы похожи на розу. Подумайте о розе, об этом роскошном цветке. Представьте, как он был бутоном, как раскрывались его лепестки, как они превращались в прекрасный цветок, как упал последний лепесток. Роза всегда прекрасна, всегда совершенна и всегда переменчива. Так и мы. Мы всегда совершенны, где бы мы ни были в жизни. И мы хотим такими себя видеть здесь и сейчас. Конечно, есть вещи, которые нам хочется изменить. У всех они есть. Но это не значит, что мы плохие люди. Нам не нужно исходить из своей неправоты. Чтобы освободить себя от ограничивающих убеждений о себе, нам нужно исследовать прошлое. Мы должны увидеть, что это за блоки. Если мы не видим их, нет способа их удалить. Посмотрите, каковы убеждения и концепции, где блокирующие нас мысли, как их удалить. Для меня это ментальная генеральная уборка. Каждый из нас время от времени проводит дом и генеральную уборку. Одни чаще, другие реже. Однако приходит время, когда вы действительно должны чистить дом, так как в нем становится невозможно жить. Я думаю, что так же обстоит дело и с нашим ментальным домом. Нам нужно периодически чистить дом, выбрасывать старые вещи, когда они приходят в негодность, или устарели. Нам хочется отполировать хорошие, позитивные идеи, которые питают нас, и использовать их чаще. Вы знаете, это так же просто сделать, как очистить тарелку от остатков еды. И вы не полезете в мусорное ведро, чтобы приготовить себе пищу на следующий день. Но как часто мы ковыряемся во вчерашнем ментальном мусоре, чтобы приготовить завтрашний опыт? Сделайте такое упражнение. Составьте список того, о чем ваши родители говорили, что у вас это плохо. Запишите все негативные послания, которые вы получили. Подумайте, дайте себе время вспомнить то, что говорили вам родители о вашем теле, о ваших способностях, о любви, о деньгах, о ваших творческих талантах. Конечно, родители говорили вам много хорошего, но мы ищем негативные послания, которые засели в вашем подсознании. Когда я провожу это упражнение во время семинаров, я замечаю, как энергия людей падает, и они испытывают депрессию. Не нужно делать этого. Посмотрите на все объективно, просто отметьте, что вам говорили. Сделайте список устных негативных посланий своих родителей. Начинайте, и потом вернётесь. Хорошо. Теперь взгляните на этот список негативных посланий всего того, что вы слышали в детстве. Это всё сидит в вашем подсознании, если только вы уже не сделали что-то, чтобы освободить себя от них. Постарайтесь быть объективными. Как только вы услышите что-то, что в вашем теле создаёт ощущение, скажите, «Ого, вот откуда это идёт!» И поймите, что нашли сокровище. Ибо если бы вы не знали, откуда это идёт, вы всю оставшуюся жизнь поступали бы автоматически и удивлялись бы, почему жизнь не работает или почему с вами происходит одно и то же событие. Я знаю, почему вы повторяете негативный опыт. Вы его создаёте своими мыслями здесь и сейчас. И они стали вашими убеждениями ещё с детства. Пришли они не только от родителей, но и от других источников. Я прошу вас продолжить список негативных установок, которые вы слышали в детстве в возрасте до 10 лет. Вы слышали их от родственников, учителей, друзей, от представителей власти, в церкви. Дайте себе время выполнить всё и записать. Обратите внимание на своё тело, как оно реагирует, что чувствует ваше тело. Составьте список негативных посланий с других источников. Видите, эти послания заставляют вас чувствовать себя недостаточно хорошими. Если сейчас поставить посреди комнаты трёхлетнего ребёнка, и каждый начнёт кричать ему, как он нехорош, как глуп, что он не должен делать того или этого, как он смеет делать ошибки и так далее, если мы сделаем место как раз, кого мы будем иметь? Пайнку, который забьётся в угол, или сорванца, который разнесёт всю комнату? Мы не знаем. Всё зависит от возможности ребёнка. Однако, если этому ребёнку мы будем говорить, как он хорош, как мы его любим, как он прекрасен, как он нам нравится, как нам нравится всё то, что он делает, если мы скажем, что нормально делать ошибки, когда учишься, тогда потенциал этого ребёнка поразит нас. Каждый из нас всегда работает с трёхлетним ребёнком внутри себя. Большинство из нас проводит время крича на этого ребёнка, и мы удивляемся, почему жизнь наша не работает. Может быть, когда вы были ребёнком, с вами плохо обращались, и это печально. Если вы плохо обращаетесь с тобой здесь и сейчас, это ещё печальнее. Теперь давайте посмотрим на список негативных посланий. Совпадает ли он с тем списком, где написано, что с вами что-то не так? А может быть, даже со списком «я должен»? Мне кажется, что да. Наши жизненные прописи основаны на ранних посланиях. Пока мы их не найдём, мы не сможем изменить свою жизнь. Но помните, всё закончено, всё в прошлом. Если мы начнём обвинять кого-то, то останемся жертвами, а это уже не смешно. Тогда мы увязнем проблемах. Обвинения держат нас в проблемах и создают проблемы. Понимание же помогает нам подняться над этим. Прошлое нельзя изменить. Будущее начертано нашим мышлением. Наша свобода здесь и сейчас зависит от понимания наших родителей, понимания и сострадания к ним вместо обвинений. Мы должны знать, что так же, как и мы, они делали всё от них зависящее в то время и в том месте со всем пониманием, осознанием и знанием, которое они имеют. Мы берём ответственность на себя за свою созидающую силу. Они тогда были так же испуганы, как и мы. Они могли научить нас лишь тому, что знали сами. Что вы знаете о детстве своих родителей? Подумайте немного, сколько вы знаете. Если не знаете, а родители ещё живы, выясните у них, не обвиняя их. Просто спросите, как это было с тобой? Как это было, когда тебе было всего пять лет? А если они умерли, то просто представьте себе, как это могло быть. Какое детство было у ваших родителей? Какими они были маленькими? Понимание рождает сострадание. Нельзя освободить себя, пока не освободишь их. И вы не можете простить себя, пока вы не простите своих родителей. Возможно, у вас есть братья и сёстры. Если они старше вас, то для вас они были как боги. Вы, должно быть, очень серьёзно воспринимали всё, что они говорили. Они могли считать вас мелочью, но вы решили, что недостаточно хороши. Часто учителя говорят вещи, которые переворачивают все наши жизни. Я помню, когда я была в пятом классе, учительница спросила, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Я ответила, о, я хочу быть танцовщицей. Она ответила, давай оставим это тем, чтобы они же роста. Такие длинные когты танцевать не могут. Боже, подумала я, и оставила все свои танцевальные намерения глубоко внутри. И не доставала их до 40 лет. Школа также создаёт много интересных убеждений. Например, когда вы думали об оценках в своих классах, знали ли вы, будучи ребёнком, что все эти оценки, которые вы получаете, не имеют ничего общего с самоценностью? Они лишь показывают, сколько вы знали о конкретном предмете. И всё. А многие из вас шли по жизни со страхом, что нужно вновь сдавать тесты, которые определят, достаточно ли вы хороши. Ваши друзья, так же, как и вы, имели много ложной информации и могли научить вас всякой глупости. Они могли сказать, что этот мир жесток. А соседи? Что о них говорили? Что думали? Вы их боялись? Или они были вашими друзьями? А что говорили по телевидению или писали в журналах? Как вы чувствовали себя? Повсюду так много рекламы, убеждающие нас в том, что мы недостаточно хороши без каких-то товаров. И вы покупаетесь на это? Или вам насквозь видна эта игра? Старые послания о наших ограничениях идут отовсюду. Но всё сводится к одному. Откуда появились эти идеи, что мы недостаточно хороши? Следующий этап. Как трансформировать ограничения, независимо от того, что они говорят? Не важно, что другие говорят о нас. Важно, как мы на это реагируем и что мы выбираем, во что верить. Джерри Джампольский написал две замечательные книги, в которых учат, как любить. Я думаю, они великолепны. Он говорит, если вы хотите быстро увеличить духовный рост или хотите быстро выбраться из проблемы, выбирайте думать только счастливые мысли. Видите ли, за один раз можно обдумывать только одну мысль. Вы можете думать о радостном опыте, любить себя, а можете ругаться и ворчать, думать обо всех прошлых неудачах, когда вы были недостаточно хороши, или как все может быть плохо в будущем. А это верный путь к продолжению неудач. Эти мысли не создают замечательную жизнь. Самый лучший способ – это любить себя и думать только радостные и счастливые мысли. Если вы выбираете, вы получите это. Теперь следующий вопрос. Когда у нас все есть списки того, что говорили о вас ваши родители, друзья, соседи, говорили в церкви, или другие важные для вас люди, задайте себе вопрос. «Это правда?» Посмотрите в свой список. «Вы все еще верите в это о себе?» «Это действительно так?» И ответ может быть только один «да» или «нет». Все эти негативные мысли будут правдой для вас, если вы и вправду верите в это. А если не верите, то это неправда. Вы можете сказать, во что вы верите, на самом деле, посмотрев на этот опыт. Если у вас есть проблемы с финансами, или вы никак не можете заставить деньги работать, тогда внутри вас должно быть есть убеждение о долгах и о тяжелом времени. Если вы одиноки, то внутри вас убеждение, «Никто меня не любит, меня нельзя любить». Если вы много болеете, то у вас должно быть есть какие-то калечащие вас мысли. Эти мысли нами не осознаются. Но если вы посмотрите на обстоятельства, вы сможете увидеть, каковы ваши мысли. Подумайте о тех вещах в вашей жизни, которые не работают. Это именно то, на чем мы должны сконцентрироваться. Это то, что нам нужно изменить. Спросите себя, какие мысли могли создать эти условия? Это что-то из вашего списка? Некоторые убеждения очень позитивны, и мы хотим их сохранить, ибо они работают на нас. А многие уже не подходят. А некоторые никогда не были правдой. Это вообще чьи-то страхи. Все вещи в наших списках были мнением других. Чаще задавайте себе вопрос, «Это правда?» Взгляните на обстоятельства своей жизни и ответьте. Наши обстоятельства всегда показывают, во что мы верим. Я помню случай из моей жизни, когда я была девочкой. Эта ситуация очень дорога мне, ибо она очень типична для меня тогда. Помню, в школе был вечер. Все принесли много сладкого к чаю. Было так много тортов, что учительница отрезала некоторым по несколько кусков. Наконец, подошла моя очередь взять торт, так как по системе моих убеждений я была последней. Для меня ничего не осталось. Все дети, которые думали, что имеют право есть торт, ели его без ограничений. Я же думала, что недостаточно хороша, и не заслуживаю ничего, поэтому я ничего и не получила. Для меня не осталось ни кусочка. Это яркий пример того, как мы своими убеждениями создаем свои обстоятельства. Видите ли, если вы выросли в семье, где вам повторяли, что вы всегда во всем виноваты, вы будете ходить с чувством вины всю свою жизнь. И, вероятно, вы всегда будете все время извиняться, или начнете манипулировать другими через чувство вины. Если у вас есть убеждение, что вас не за что любить, то у вас не будет романтических приключений, или же они будут быстро заканчиваться. Если вы говорите, ну вот я такая плохая, или такова жизнь, то это выражает ваше убеждение, которое, может быть, пришло от других людей. Правда это или нет, все зависит от того, как мы примеряли или прекратили примерять на себя чужие ограничения. Всегда можно взглянуть на жизнь с другой стороны. Многие люди, вставая утром, выглядывают в окошко. И если на улице идет дождь, они говорят, «Мой, какой противный день!» Но это не противный день, а просто сырой. Если мы выбираем думать, что он никудышный, таким мы его и создадим, таким он и будет. Но если мы верим, что день сырой, и тогда мы наденем соответствующую одежду, и будем делать то, что делают дождливые дни. Нет ни хорошего, ни плохого, ни правильного, ни неправильного, кроме того, что мы делаем сами. У каждой культуры на этой планете разный подход к вещам. То, во что мы верим, делает наши вещи правильными или нет, хорошими или плохими. То, что мы отдаем, то и получаем. И обычно мы получаем вдвойне. Мы хотим изменить наши убеждения и позволить этим изменениям быть. Точка силы всегда в настоящем моменте. А старые ограничения, убеждения могут вернуться в небытие, откуда пришли. Они пришли из ниоткуда и туда же уйдут. Вы есть сила. Никто, ничто, никакое место не имеет силы над вами. Я могу дать вам много советов и новых идей. Но если вы выбираете не принимать их, то вы контролируете ситуацию, ибо сила у вас. Вы единственный, кто мыслит вашим разумом. Это вы создаете свой опыт. Прямо сейчас попробуйте поймать мысль, которую вы думаете, и спросите себя, она позитивна или негативна? Или нейтральна? Вы хотите, чтобы она создала ваше будущее? Так как мы думаем очень быстро, и мысли пролетают в нашей голове, вовсе не просто начать изменять мысли. Вы можете начать контролировать свою речь. Начните слушать то, что вы говорите, и не говорите ничего, чтобы вы не желали воплотить в реальность. Существует буквально миллиарды мыслей, и бесконечное множество всего, что можно сказать. Не тратьте время на обдумывание мыслей, которые создают проблемы, которые затем вам придется решать. Это пустая трата времени. Один из моих ранних учителей говорил, «Дело не в том, чтобы делать, а в том, чтобы знать». Ибо когда мы изменяем мышление, мы изменяем опыт. Прекрасно. Что мы будем делать теперь? Мы можем решить измениться. Это, по-моему, самая важная вещь. Или мы можем в ужасе махать руками и кричать, «Все это бессмысленно и безнадежно». Но это старый и бесполезный способ думать, что все бессмысленно, и незачем пробовать, потому что это только принесет боль. Это означает увязнуть на том же старом месте. Вы, конечно, можете выбрать и боль, но не нужно. Злиться на обстоятельства для меня означает сидеть в темном углу. Что-то где-то происходит, и мы сердимся. Еще что-то происходит, и мы снова сердимся. И ничего не делаем. Вы знаете, что люди, совершающие самоубийство, поступают так, потому что не хотят изменить свое мышление? Они верят, что жизнь — это одностарование движения. Они не хотят взглянуть в другую сторону и увидеть другую точку зрения. Они отказываются верить, что есть другие возможности. Вместо этого они покидают планету. Все время злится пустая трата времени. Лучше спросить себя, «Как я создаю так много ситуаций, чтобы злиться и растаиваться?» Потом сядьте и подумайте об этом. Дайте себе шанс. Что я делаю и думаю, и как создаю все это? Сделайте это не только для того, чтобы почувствовать себя виноватым, а просто чтобы понять, что происходит. Когда мы начинаем такую работу, я сравниваю ее с окончанием обеда по случаю Дня Благодарения. В этот день все проводят семейные обеды и едят слишком много. Наступает время уборки и мытья жаровни. Жаровня подгорелая и залитая жиром выглядит ужасно. Сначала вы заливаете ее горячей водой с мылом и ставите отмокать. После того, как она отмокнет, вы начинаете ее чистить, и она выглядит еще хуже. Если бы вы не знали, вы бы думали, что жаровня всегда будет выглядеть отвратительно. Но если вы продолжите, то в конечном итоге вы увидите чистую жаровню. Наше сознание похоже на это. Когда мы начинаем работать и чистим свою ментальную жаровню, ситуация иногда ухудшается перед тем, как улучшится. Мы должны знать, что если это происходит, то все в порядке. Все просто должно протечь само по себе. Я думаю, работа с зеркалом очень важна. Чем больше мы ее делаем, тем больше отражаем сами себе, где находимся и что нам нужно сделать. Чаще смотрите в зеркало и говорите себе, я хочу измениться, я хочу освободиться от сопротивления. Я хочу измениться, я хочу освободиться от сопротивления. Каждый из нас имеет дело с сопротивлением, изменением. Оно есть у всех. Ибо на каком-то уровне мы хотим, чтобы менялся все вокруг, но только не мы сами. Однако то, что нужно сделать, это изменить самих себя, чтобы изменить свою жизнь. Следующий шаг — осознание. Нам необходимо осознать, во что мы верим, иначе мы не узнаем, что же нам нужно изменить. Наша первая реакция на новое осознание себя чаще всего — сопротивление. И это правильно, ибо если бы наши реакции были хорошими, это значило бы, что изменения уже происходят. Позвольте себе выяснить, как вы реагируете, чтобы понять, что происходит. Наши уроки не обязательно легкие. Если бы они были легкими, они не были бы уроками. Иногда требуется усилие и время, чтобы научиться тому, что нам нужно. Поэтому не требуйте моментальных перемен. Позвольте себе делать это шаг за шагом. Так будет легче идти вперед. Слишком часто мы становимся нетерпеливы и хотим все сделать прямо сейчас. А нетерпение — это признак сопротивления учения. Это значит, что вы хотите идти, не проходя через процесс. Мы можем сказать, «Я хочу быть в другой комнате». Мы будем кричать и требовать этого прямо сейчас. Но если мы не хотим встать и пойти шаг за шагом в другую комнату, мы так и останемся сидеть все дни напролет на том же месте, ругаясь и настаивая, говоря, что мы хотим быть в другой комнате. Но ничего не произойдет, разве что только мы расстроимся. Однако, если мы приложим усилия и маленькими шагами пройдем путь, мы будем там. Замечайте, что происходит с вашим телом, какие формы принимает сопротивление. Это захватывающе наблюдать, как работает разум, и учиться. То, чему мы больше всего сопротивляемся, есть самый важный урок, который мы должны выучить. Если вы говорите, «Я не могу, я не хочу», вы, вероятно, обращаетесь к очень важному для вас уроку. «Подумайте, зачем вы пришли на эту планету? Каков ваш урок? Что вы пришли узнать? Чему вы должны научиться?» Я не верю, что вы пришли сюда влачить жалкое существование. Я верю, что вы пришли сюда наполнить душу и отдать частичку себя другим. Мы все учителя и ученики. Мы учимся и учим. И перед сном спросите себя, «Чему я пришел научиться? И чему научить?» Давайте теперь посмотрим, как мы сопротивляемся, ибо сопротивляются переменам все. У нас так много способов для этого. Много невербальных способов, типа что-то уйти из комнаты, начать делать что-то другое, отправиться бегать по магазинам или притвориться, что мы не слышим, искнувший журнал. Мы также используем утверждение, например, «От этого нет проку», «Мне не позволят», «Меня не поймут». Мы можем иметь убеждение, которое является частью нашего сопротивления. Например, «Это невозможно. Я не могу это сделать. Это слишком трудно». И, конечно же, слово «они». Мы используем его для оправдания своего сопротивления. Мы передаем свою силу им и говорим, «Моя жена, муж, не позволяют мне». Или «Карты, звезды» против меня. Или мой врач говорит «нет». Или это против моих религиозных убеждений. Или пусть сначала они изменятся. Или мы откладываем изменения на потом, говоря, «Я сделаю это позже». Или после того, как перееду. Иногда сопротивление принимает форму страха. Что подумают соседи? «Нет, я лучше муррую». «Я лучше разведусь». «Я боюсь мужа» или «начальника» или «жены». Разве эти предлоги не усиливают убеждение «я недостаточно хороша»?» Многие из нас вероятно делают замечания друзьям. Ведь мы точно знаем, как им нужно измениться. Оставьте друзей в покое. Когда мы впервые понимаем, как работает наше сознание, нам хочется бегать и давать всем советы. Что им нужно делать, чтобы измениться? Мы говорим, «Вы знаете, что с вами что-то не так?» Это никогда не срабатывает. Они не услышат вас, пока вы не измените свою жизнь. Мы можем учить других одним способом, только собственным примером. Когда мы значительно изменимся, родственники и друзья придут и спросят, «Ты так изменилась?» «Что ты сделала?» Только тогда они с радостью будут вас слушать. И, может быть, тоже попробуют сделать то же самое. Когда я только начала преподавать эти принципы, я не жила по ним, и мои студенты не могли сильно изменить свою жизнь. Так было до тех пор, пока я не начала жить по принципам, которым сама обучала. Тогда я действительно начала помогать другим. Придержите свой энтузиазм, не спешите исправлять всех своих друзей. Работайте ментально и исцеляйте самих себя. Это принесет окружающим больше пользы, чем что-то еще. Кроме того, мы не можем выучить уроки за других. Они должны сделать эту работу сами, и они не будут делать ее, пока не готовы. Ученик должен прийти к учителю, иначе это не сработает. Даже когда меня просят прийти и помочь кому-то, это не работает. Человек должен сам попросить о помощи, или он не готов еще к изменениям. Иногда кто-то считает урок с Луизой как будто это подарок, я перестала принимать таких людей, зная, что это напрасная трата времени. Либо они во второй раз не показывались, либо опаздывали, либо не делали ни одного упражнения. Готов ученик, есть для него и учитель. Мы все хотим, чтобы наши родные принимали нас такими, как мы есть. Помните, что мы отдаем, то и получаем. Если вас не принимает ваша семья, значит, именно это вы должны дать своей семье. Когда вы будете принимать их такими, как они есть, они будут принимать вас такими, как вы есть. Нам нужно хотеть практиковаться в том, что мы хотим иметь. Золотое правило древних не воспитывало паянник, а говорило правду. Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами. Давайте снова возьмем зеркало, чтобы измерить уровень сопротивления. Посмотрите себе в глаза и скажите, «Я хочу измениться». «Я хочу измениться». Вы сопротивляетесь? Вы чувствуете, что это неправда? Какое убеждение вам мешает? Помните, это только мысль, а мысль можно изменить. Не позволяйте этой мысли лишить вас свободы. Мы ищем постоянную проблему, а не побочный эффект. Мы создаем привычки и проблемы, чтобы удовлетворить свои потребности. Когда мы найдем позитивный способ их удовлетворения, мы освободимся от проблем. Мы знаем, что сила и дисциплина не делают постоянных перемен. Если у вас избыточный вес и вы на диете, вы действительно сильны и месяцами не съедаете ничего лишнего. Но как только вы расстаетесь с силой и дисциплиной, ваш вес возвращается. Это потому, что вы не работали с настоящей причиной, а только с внешним следствием. Реальная причина обычно страх, который создает жир для защиты. Вы можете сражаться с жиром всю свою жизнь и никогда не добраться до причины. И вы можете даже умереть, думая, что вы недостаточно хороши, так как не можете похудеть. Чувство безопасности можно обрести более позитивным способом, когда вес уйдет сам. Давайте посмотрим несколько глубже. Если вам трудно произносить последнюю аффирмацию «Я хочу измениться», тогда проговорите другую. «Я хочу отпустить свою потребность в этой проблеме и свое сопротивление». Отпустите свою потребность. Насилие над собой — это одна из форм сопротивления. Часть убеждения «Я недостаточно хороша». Подстраиваясь под ситуацию, вы не позволяете себе иметь то, что хотите иметь. обидно на человека, имеющего благо в своей жизни, это тоже одна из форм сопротивления благу в вашей жизни. Вы просто сопротивляетесь добру. Это то, что вы будете воссоздавать в своей жизни снова и снова. Изобилие есть для каждого. Неважно, сколько вы дышите, изобилие воздуха есть для каждого человека на планете. Мы родились не для того, чтобы быть жертвами и считать, что кто-то другой делает нам неприятности. Если вы чувствуете себя жертвой, вы просто в этом увязли. Мы выбираем не вязнуть, а сделать то, что нас освободит. Если мы говорим, «Я хочу освободиться в своем сознании от убеждения, которое создают эти условия», тогда немедленно мы перестаем быть жертвами. Мы начинаем вновь обретать свою силу. Мы осознаем, что заслужили ту проблему, которую когда-то создали. Когда мы ругаем себя, когда делаем себя неправыми, когда унижаем своего маленького ребенка внутри нас. Как вы можете быть счастливы и свободны, если ребенок внутри вас напуган и несчастен? Если бы встретили такого ребенка, вы вероятно подошли к нему, пожалели его, чтобы он чувствовал себя в безопасности. будьте мягкими, добрыми и внимательными к своему внутреннему ребенку, когда вы открываете и отпускаете старые негативные установки внутри себя. это замечательное приключение для вас, которое больше возможно никогда не повторится. Сегодня самое потрясающее время вашей жизни. Как только вы все проработаете, уйдут все неприятности и ваша жизнь будет другую. Тогда вам будет легче работать и с другими проблемами. Поняв свои проблемы, вы спросите, как же мне измениться? Да вы уже начали меняться. Изменения идут внутри вас, а вы даже этого не замечаете. И с этого времени все, что с вами происходит, работает на ваше благо, даже если вам это так и не кажется. жаруни. Сначала все идет как будто еще хуже. Вспомните о жаруни. Вам нужно ее очистить. Вам нужно очистить все негативное из вашей ментальной жаруни, чтобы она блестела. Может быть, вы работаете над тем, чтобы получить новую работу, а вдруг вас внезапно увольняют. Рассматривайте это как первый шаг к новой должности. Если вы работаете над процветанием и теряете кошелек, не паникуйте и не сдавайтесь, это возможная часть позитивных изменений. Если вы работаете над отношениями и поссорились, если работаете над своим здоровьем и заболели, все это временное явление, сопутствующее освобождению от отбросов прошлого. Постарайтесь понять, что изменение в вашей жизни есть божественное проведение, и это наивысшее благо. внутрь вас происходит изменение. Повторяйте афирмацию. Все мои изменения удобны, легки и радостны. Все хорошо в моей жизни. Эти афирмации я повторяю снова и снова, проводя свои ментальные чистки. Что вы хотите изменить в своей жизни? От какой проблемы или убеждения хотите освободиться? Подумайте об этом. Можете обсудить это с партнером или использовать зеркало как партнера. В любом случае, повторяйте за мной. Я понимаю, что сама создала эту проблему. Теперь я хочу освободиться от убеждения в своем сознании, которое сохраняет эту ситуацию. Повторите несколько раз. Я понимаю, что сама создала эту проблему. Теперь я хочу освободиться от убеждения в своем сознании, которое сохраняет эту ситуацию. Что вы чувствуете? Вы действительно готовы разорвать цепи рабства прошлого? Или у вас есть сопротивление и колебания? Не думайте, как это сделать. Просто пожелайте освободиться. Все, что вам нужно сделать, это изменить ваши мысли и вселенская мудрость, ваше подсознание построит вам новый дом. Ваше желание освободиться начнет двигаться вперед. Готовность стимулирует изменения. Что бы ни происходило, смотрите на это как на положительный момент. Не ваши мысли контролируют вас, это вы контролируете их. Вы гораздо больше своего разума. Ваш разум это инструмент, которым вы пользуетесь, а то, как вы им пользуетесь, привычка. А привычку можно изменить. Вы будете поначалу чувствовать себя странно, но потом станет легче. На минутку сожмите руки. Когда вы делаете это, нет неправильного и неправильного. А теперь сложите руки так, чтобы другой палец был сверху. Что вы чувствуете? странно, неправильно. Заметьте, что вы чувствуете. Такое чувство приходит каждый раз, когда вы делаете что-то по-другому. Это и есть начало изменений. Теперь пожмите руки первым способом, вторым, первым, вторым, первым, вторым. Что вы чувствуете? Так удобнее. Все в порядке? А если вы продолжите, то это станет нормальным и естественным. Именно так легко изменить свою привычку. Чуть-чуть потренироваться. Давайте тренироваться в оптимальном выборе. Давайте верить, что легко изменить мысль и убеждение. То, во что мы верим, становится правдой для нас. Если вы думаете, что меняться трудно, так и будет. Но это позиция жертвы, а мы от нее отказались. Двигайтесь прочь от старых убеждений. Учись контролировать свой разум, чтобы стать сильными. Единственное, что нам надо контролировать в жизни, это текущие мысли. Прошлое нельзя изменить, с ним покончено. Можно изменить лишь свой взгляд на него. Будущее мы делаем прямо сейчас мыслями, которые мы выбираем. Так давайте выбирать такие мысли, которые сделают наше будущее веселым, радостным, любящим, процветающим и здоровым. Если ваш маленький ребенок ложился спать 12 часов ночи, а вы решили укладывать его в 8 вечера, представьте, что произойдет в первый вечер. ребенок будет вероятно плакать, ныть, брекаться. У него даже может повыситься раздражительность. Но если вы сдадитесь, то вряд ли ребенок когда-нибудь примет новые правила. Если вы будете мягкими, упорными и настойчивыми в том, что в это время нужно идти ложиться спать и позволите ребенку чуть-чуть побудрствовать, то в следующий раз сопротивление будет меньше. Через несколько дней ребенок будет легко ложиться в новое время. То же самое происходит и с нашими новыми мыслями, когда мы развиваем в себе мягкость, упорство, настойчивость. Давайте прямо сейчас проведем физическое расслабление. Как часто мы испытываем напряжение по поводу того, что пытаемся сделать сейчас. Мы думаем, что нам нужно много работать с этим, но это не так. Можно научиться отпускать и расслабляться спокойно. Итак, закройте глаза, расслабьте все тело, расслабьте затылок, подбородок, все мышцы вокруг вас, расслабьте все лицо, расслабьте плечи. Вы заметили разницу в теле с того момента, как мы начали расслабляться? Если ваше тело было напряжено, значит, ваш разум был напряжен тоже. расслабьте все тело и чувствуйте себя удобно. Давайте начнем утверждать. Я хочу отпустить все. Я отпускаю, и я расслабляюсь. Я отпускаю страх, я отпускаю гнев, я отпускаю вину, я отпускаю грусть, я освобождаюсь от ограничений, я освобождаюсь от ограничений моих родителей. Я хочу простить. Я в мире, я в безопасности, я есть я. это безопасно быть самой собой. Я отпускаю все, я пребываю в мире. А теперь откройте глаза. Это расслабление требует всего несколько минут. Делайте это так часто, пока расслабление тела и разума не станет вашей новой привычкой. Изменения не должны быть борьбой. Мы можем расслабиться, и все пойдет легко, я не предлагаю вам сдерживать свои чувства или притворяться, что вы не расстроены, если это не так. Иногда, когда мы расстраиваемся, нам нужно физическое расслабление. Нам не нужно проглатывать гнев и топить его в теле до тех пор, пока он не станет мешком сопротивления. Есть несколько методик освобождения позитивным способом. Вы можете кричать в машине с закрытыми окнами. Вы можете колотить постель или подушку и говорить все, что хотите. Вы можете кричать в подушку, если хотите, чтобы другие вас не слышали. Вы можете играть в теннис, чтобы освободиться от негативной энергии. Как-то раз я ощутила боль в плече, и это продолжалось несколько дней. Что же это такое? Я села и решила подумать. Итак, Луиза, подумай об этом. «У тебя боль в плече», сказала я себе. «Как я ее ощущаю? Что это означает? Она сжет. Женя, что же это значит? А, это должно быть гнев». И я захотела узнать, на что я злюсь. В этот момент я ничего не могла придумать. Я взяла пару подушек и начала их бить со всей силы и кричать. Когда я ударила десять раз, я уже точно знала, на что злюсь. Это всплыло на поверхность. Я позволила этому выйти и отпустила. Конечно, на следующий день мое плечо было в порядке. Я уверена, что все мы можем колотить подушки хотя бы один раз в неделю, чтобы освободиться от напряжения. Если мы не освободимся, тогда прошлое вновь поймает нас в своей сети. я не выбираю жить в прошлом. Я не хочу, чтобы оно меня держало. Я выбираю быть здесь и сейчас и строить замечательное новое будущее. Я слышала, как многие люди говорили, что не могут больше наслаждаться жизнью из-за того-то, из-за того-то в прошлом. Меня не пригласили на вечер, теперь я буду чувствовать себя ужасно всю оставшуюся жизнь. Или «У меня не получаются продажи, значит, я недостаточно хороша». Или «Я не могу наслаждаться жизнью снова, поскольку теперь я не женат». Но какие глупые ограничения мы сами себе создаем. Не позволяйте этим убеждениям прошлого навредить вам сегодня. Мы освобождаемся от эмоциональной привязанности. Если мы целы, то сейчас прошлое не может нам повредить, неважно, какое оно было. Если я спрошу вас, что вы носили в третьем классе, вы можете не вспомнить. А если вспомните, то без эмоциональной привязанности. Вы будете просто помнить и все. Так и должно быть со всем нашим прошлым. Прошло и отпустите. Пожалуйста, составьте список всего того, что бы вы хотели отпустить. Запишите, пожалуйста, и отмечайте свою реакцию и все чувства, которые возникают при этом. И когда закончите писать, возвращайтесь. Как реагирует ваше тело на то, что вы хотите отпустить? Что вы хотите изменить? Во что вы выбираете верить, чтобы отпустить старые ограничения? Вы хотите этого? Как? Отметьте, есть ли какое-либо сопротивление в вашем теле? Осведомленность это путь к изменениям. Прощение это главное, над чем нам надо работать. Прощение открывает дверь к любви и радости. Прощение себя и прощение других. В курсе чудес подчеркивается, что прощение это ответ на все проблемы. Если мы увязли в чем-то, что нужно простить, если мы сожалеем, печалимся, боимся, испытываем чувство вины, обвиняем, гневаемся, сопротивляемся, хотим отомстить, все это исходит от непрощения. Я повторю снова, любовь есть ответ на все проблемы. Дверь к любви лежит через прощение. Есть замечательное упражнение Эммита Фокса на освобождение, которое я хотела бы с вами сделать сейчас. Прямо сейчас закройте глаза и выобразите маленькую сцену. Поставьте туда маленького человека, на которого больше всего обижаетесь, неважно, из прошлого или настоящего, живого или ушедшего из жизни. Представьте его ясно. Вообразите, как добро, значимое для него, приходит к этому человеку. Смотрите, как он счастлив, как он улыбается. Почувствуйте, как вы освободились от большого узла обиды внутри себя. Я бы добавила еще один шаг к этому упражнению. А теперь вместо этого человека поставьте на сцену себя. Представьте, как добро, значимое для вас, приходит к вам. Посмотрите на себя, улыбающийся и счастливого. Осознайте, что изобилие Вселенной доступно всем нам. Вы можете делать упражнение ежедневно или хотя бы один раз в неделю. Это упражнение на всю жизнь, ибо всегда нам есть, что прояснить и отпустить. А теперь откройте глаза. Есть много упражнений на прощение. В следующем упражнении вы можете работать с зеркалом или с партнером. Я хочу, чтобы вы сказали, человек, которого мне нужно простить, это я прощаю тебя. За повторите. Человек, которого мне нужно простить, это я прощаю тебя. За работайте с тем, кого вы вспомнили. Работайте с упражнением пять минут. Это может быть каждый раз другой человек или тот же самый. Если можете, продолжайте это упражнение, пока не переберете всех, о ком вы можете подумать. Если вы работаете с партнером, то пусть он говорит, спасибо, я освобождаю тебя. Спасибо, я освобождаю тебя. Сделайте так же с несправедливостью, которую носите в сердце. Простите и отпустите. когда вы простите других, начните прощать себя. Скажите, я прощаю себя за... Делайте это вслух, если можете. Вспомните все, от чего вы хотите освободиться. Я прощаю себя за... делайте это упражнение на прощение хотя бы один раз в неделю, используя зеркало, если нет партнера. Это помогает выбросить весь мусор из головы. Это все равно, что очистить тарелку от объедков. После этого вы будете чувствовать себя гораздо лучше. Некоторых людей и события легко, простите. А с некоторыми вы будете работать, как бы откалывая по маленькому кусочку от гранитной глыбы обиды. Это потребует времени. Но это не важно. Сделайте все зависящее от вас. В свое время даже гранит рассыпается. Работа, которую вы проводите с собой, не цель, а процесс длиной жизни. Наслаждайтесь им. Давайте попробуем освободиться от того, что мы думаем о родителях. сейчас мы включим музыку и займемся воображением. Закройте глаза и расслабьтесь. Представьте себя ребенком 5-6 лет. Вглядите в его глаза. Посмотрите, как весел ребенок и осознайте, что все, что ему нужно от вас это любовь. Протяните руки и обнимите его с любовью. Скажите ему, как сильно вы его любите, как много он для вас иначе. Наслаждайтесь каждой мыслью об этом ребенке. Скажите ему, что он может ошибаться, пока учится. Пообещайте, что независимо ни от чего вы будете всегда с ним. Теперь уменьшите его до размера своего сердца и положите его туда. Когда вы не взглянули в свое сердце, вы всегда увидите там это лицо, глядящее на вас любовью. Теперь представьте свою маму, девочкой четырех-пяти лет, растерянную, ищущую любви и не знающую, где ее найти. Протяните руки и обнимите эту маленькую девочку. Скажите, как сильно вы ее любите, как много она для вас значит. Дайте ей знать, что она может всегда на вас рассчитывать, что вы всегда будете с ней независимо ни от чего. Вы видите, как она успокаивается и чувствует себя в безопасности. И снова уменьшите ее до размеров собственного сердца и положите рядом с собой. Дайте этим двум детям море любви. любви. Теперь представьте себе своего отца маленьким мальчиком трех-четырех лет, испуганным, плачущим, ищущим любви. Смотрите, как слезы текут по его маленькому лицу, и он не знает, к кому ему обратиться. протяните руки к нему, прижмите его к сердцу, успокойте его дрожащее маленькое тело. Дайте ему почувствовать, как сильно вы его любите. Скажите, что всегда будете с ним. И вы увидите, как слезы высохнут, радость и улыбка появятся на его маленьком лице, а на душе мир и покой. Уменьшите его до размеров собственного сердца и положите туда. Теперь там три маленьких ребенка, которые могут дать друг другу очень много любви. В вашем сердце так много любви, что вы можете вылечить всю планету. Сейчас используйте эту любовь, чтобы исцелить себя. Почувствуйте в своем сердце тепло, мягкость, нежность, мягкость, мягкость, И пусть это чувство начнет изменять ваши мысли и чувства себя. Вы есть любовь. Вы достойны любить и быть любимой. Почувствуйте себя комфортно и возвращ возвращайтесь. Теперь пора создавать новые мысли, чтобы заменить старые. Старые мысли звучат так. Я не могу быть старым. Я не хочу быть толстым. Я не хочу эту работу. Я не хочу этого любовника. Я не хочу жить в этом доме. нас учили бороться с негативом, и мы думали, что если будем с ним бороться, то позитив придет автоматически. Но это не работает. Сколько раз вы жаловались? Вы получили то, что хотели? Чем больше мы думаем о том, чего не хотим, тем больше это и получаем. То, что вам не нравилось в вас, вероятно, и сейчас с вами. То, чему вы уделяете внимание, растет. Так давайте уделять внимание тому, чего вы действительно хотите. Сфокусируйтесь на том, что хотите вы иметь или кем вы хотите быть. Переведите все свои мысли в позитивные аффирмации. Учитесь делать так. Например, «Я не хочу, но я есть, я имею». Слова «Я ненавижу мою работу» приводят только к увязанию в этой работе. Поменяйте это выражение на «Я принимаю замечательную новую работу». Это начнет открывать каналы в вашем сознании и во Вселенной, чтобы привнести вам новую работу в жизни. Отпустите то, что вы имеете с любовью. Затем сформулируйте позитивную аффирмацию на нужную. Аффирмацию пишите только в настоящем времени, а не в будущем. Вместо «Я буду иметь» говорите «Я имею, я и есть». «Будьте всегда здесь и сейчас». «Я вечно молода, у меня стройное тело, я принимаю новую работу, у меня прекрасные отношения, я обвижу себя, входящей в красивый новый дом». Эти аффирмации дают подсознание и пищу для работы. Любите себя сейчас, простите себя в прошлом и полюбите себя прямо сейчас. Если вы будете тренироваться, то поймете, что у вас есть волшебная палочка, вся ваша жизнь изменится. Когда вы любите себя, вы чувствуете себя хорошо. Вы не можете любить себя по-настоящему без самоодобрения и самопринятия. Это означает отсутствие критики в свой адрес. Я слышу ваши возражения, но это болтовня вашего старого разума. Будьте выше этого и скажите своему разуму «Спасибо за участие». Возьмите снова зеркало и скажите глядя себе в глаза «Я люблю и одобряю себя такой, какая я есть». «Я люблю и одобряю себя такой, какая я есть». Теперь легче это говорить или все еще трудно? На этом нужно сконцентрироваться. Если легко говорить, продолжайте. Это станет настоящим удовольствием и ваша жизнь будет улучшаться все время. Но если трудно принять любовь к себе, тренируйтесь. Вспомните упражнения с пальцами и смотрите в зеркало три-четыре раза в день и говорите «Я люблю тебя, я действительно люблю тебя». Это совершит чудеса вашей жизни. Я помню, когда мое отрицание себя было велико, я не могла смотреть в зеркало на себя. Иногда я была так зла, что готова была нашлепать себя по лицу. Теперь, глядя назад, я понимаю, как это было глупо, и я прощаю себя. Но в то время моя вера в мои ограничения была так велика, так сильна, что никто не мог меня разубедить. Мое раннее детство представило мне множество возможностей для самоунижения. Когда мне было 18 месяцев, мои родители развелись. В 5 лет меня изнасиловал сосед. Затем моя мама вторично вышла замуж, и отчим бил и оскорблял меня. Были трудные времена, когда не было денег. 15 лет это у меня было очень много блоков, очень низкое самоуважение, которое надо было преодолеть. Если кто-то говорил, что любит меня, я спрашиваю, почему, что ты видишь во мне? Другая же моя мысль была, если бы они знали, какая я, они бы не любили меня. И мне потребовалось много времени и много работы, чтобы развить собой мирные, полные любви и отношения. И я их все еще улучшаю. Это процесс длиной в жизнь. Сначала мы убираем большие камни с дороги, потом маленькие. Начните искать в себе то малое, что вы одобряете. С этого начала и я. Вначале, когда мне было трудно найти что-то хорошее в себе, я начала со своих ногтей и ушей. Затем я перешла к своим внутренним органам. Довольно трудно сердиться на свою печень. Ищите в себе то, что вы одобряете. Начните любить себя и нежить хотя бы несколько секунд в день. Даже самая маленькая попытка поможет. Одна секунда самоодобрения исправит ваше осознание. Нам не нужно делать все сразу. Всего лишь каждый день любите себя на одну минутку больше. И большие изменения в вашей жизни не замедлят проявиться. С каждым разом будет все легче и легче. Хорошее здоровье, любовь, процветание, созданное как самовыражение. Все начинается с любви к себе. Когда мы одобряем и любим себя постоянно, наши изменения идут легче и мы действительно прогрессируем. Вместо того, чтобы утвердить «я плохой человек и мне нужно измениться», давайте говорить «я люблю себя и поэтому хочу измениться». Мы всегда изменяемся в плохую или хорошую сторону. Если наши мысли негативные и низкие, то изменения негативные, а если мысли позитивные и любящие, то изменения позитивные. Я не могу точно сказать, каким будет ваше будущее, но я точно знаю, что если вы выбираете негатив, сопротивление, страх или вину, жизнь ваша станет безрадостной и даже могут начаться болезни. жизнью. Если вы любящий, радостный, одобряющий, принимающий других человек, доверяющий процессу жизни, ваша жизнь будет прекрасна. Она будет радостной и приятной для вас. У вас всегда есть выбор, какой дорогой идти. Вот упражнение, которое предлагалось многим людям, и оно творит чудеса, как волшебство. Если вы будете делать его постоянно, оно будет творить чудеса и в вашей жизни, я хочу, чтобы вы хотя бы месяц говорили себя мысленно или вслух. Я одобряю себя, я одобряю себя, я одобряю себя. Говорите это по крайней мере 500 раз в день по 3 раза. Я одобряю себя. Это не очень трудно, но это очень помогает. Я знаю, что когда вы озабочены, вы повторяете свои негативные мысли больше, чем 500 раз в день. А теперь повторяйте снова и я одобряю себя. Если негативная мысль приходит, скажите просто спасибо за участие, я отпускаю тебя. И снова повторяйте я одобряю себя. Если вы будете испытывать сопротивление, помните, сопротивление не имеет над вами силы, если вы сами не придадите ему силы. Повторяйте я одобряю себя независимо ни от чего. Если вы можете повторять это даже когда что-то неприятное произошло, тогда вы действительно выросли. Ваша любовь к себе самая важная вещь в вашей жизни. Чем больше вы любите себя, тем больше прекрасного опыта вы создаете себе. теперь когда мы подходим к концу этой кассеты, я хочу чтобы вы запомнили, что мы отдаем, то и получаем. То, во что вы верите о себе и о своей жизни сбывается для вас. Мы создаем свой опыт своими мыслями и убеждениями. Любовь величайший целитель. Дверь в любовь лежит через прощение. Вы можете оставить прошлое в прошлом и стать свободным. Позвольте себе принять новое. Представьте себе, что вы хотите. Представьте, что вы уже имеете это, делаете это, или вы есть это. Почувствуйте все детали. Почувствуйте, попробуйте на вкус. Потрогайте, послушайте, посмотрите. Посмотрите, как другие на вас обращают внимание. Почувствуйте себя прекрасно. независимо ни от чьих реакций. Читайте все, что сможете найти. Познакомьтесь со многими учителями. Исследуйте все, что можете. Эта кассета всего лишь шаг на вашей дороге. Чаще используйте ее, и вы будете каждый раз обнаруживать новые идеи. Практикуйтесь, и вы продемонстрируете все возрастающее добро. Помните, что маленький ребенок, который оставил попытки ходить после первого падения, никогда не научится ходить. Доверьте жизни обеспечить вас всем необходимым. Жизнь может быть удовольствием. Даже процесс обучения может быть приятным. Делайте его мягким, растворяйте старое, замечайте маленькие чудеса в вашей жизни. Любите того, кто вы есть, и что вы есть, и то, где вы есть. Это только переход. Посмейтесь над собой, над жизнью, и ничто не сможет вас достать. Я благодарю вас за участие в этой беседе и за ваше знакомство со мной. В бесконечной жизни, где мы все находимся, все совершенно, целостно и завершено. Каждый из нас, включая меня, и испытывает богатство в тех проявлениях, которые значимы для нас. Теперь посмотрите на прошлое с любовью и примите уроки из старого опыта. Нет ничего правильного или неправильного, хорошего или плохого. с прошлым покончено. Оно прошло. Есть только опыт настоящего момента. Я люблю себя, я одобряю себя в настоящем моменте, минуя прошлое. Я разделяю с другими то, кем я являюсь, ибо я знаю, что мы едины в духе. Все, что мне нужно знать, открыто для меня. Все, что мне нужно, приходит ко мне. Все хорошо в моем мире. И так оно и есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok